Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. Я занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. И в этом видео мы разберем вопрос, нужен ли лазеру для удаления тату прицельный луч. Давайте начнем. Ко мне часто обращаются в соцсетях с вопросом, выбирать лазер с прицелом или можно без него обойтись. А потом обычно еще раз обращаются с вопросом, а как можно переделать прицел, а то я сэкономила. Я рекомендую приобретать аппараты с лазерным прицелом или его еще называют пилотный луч. Лазер с лазерным прицелом звучит конечно немного странно, однако это именно так. Сам луч длины волны 1064 нм неодимового Q-switch лазера не видим нашему глазу. И даже если бы мы его видели, как длину волны 532 нм, то короткая длительность вспышки не позволяет им управлять. Поэтому необходим прицельный луч, который показывает куда направлен лазер и где будет вспышка. Обычно это лазерный диод красного цвета с видимой длиной волны 694 нм. Идеально если прицел реально показывает точку куда попадает лазер. Иногда бывает прицел показывают в одно место, а луч бьет в сантиметр левее или правее. Такое часто встречается на не самых качественных аппаратах. Зачем прицел? В первую очередь для безопасности. Я видел как некоторые псевдоспециалисты хвалятся тем, что работают без прицела и по их словам это говорит об их нереальном профессионализме. Я в этом очень сомневаюсь, потому что бравировать и сознательно повышать риск процедуры с лазером 4 класса опасности не говорит о профессионализме, а скорее наоборот. При наличии прицела вы четко видите куда направлен лазерный луч и контролирует его движение. Когда такого прицела нет, приходится делать тестовые вспышки и стараться не терять место, где происходит воздействие. А это даже у опытных специалистов не всегда хорошо получается. В результате может получиться такая ситуация, как вы видите на фото. Я сразу не понял, зачем делали вспышки на коже лба, а потом догадался, что у лазера просто не было прицела и процедура была по принципу куда попали, туда попали. Повышается риск попадания в глаз, если нарушена техника безопасности и вдруг на пациенте не оказалось защитных очков, а это очень опасно. Во вторую очередь прицельный луч повышает ваш комфорт при работе как специалиста. Это просто удобно, когда вы четко видите куда направлен лазер и легко его контролируете. На процедуру уходит меньше времени и усилий. Приделать прицел к лазеру, если он не был предусмотрен изначально, задача трудно реализуема. Поэтому лучше позаботиться заранее и уточнить у поставщика, есть ли лазерный прицел у аппарата, который вы хотите приобрести, чтобы потом не кусать локти. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.